Астраханский Волгарь уверенно обыграл Ярославский Шинек в матче третьего тура футбольной национальной лиги. После игры главный тренер хозяев поля Юрий Газаев заявил, что команда как единый коллектив уже существует. Один из мячей астраханцев заставил вспомнить о прошедшем во Франции чемпионате Европы. Артем Лепехин с подробностями. Такой мяч смело претендует на лучший гол сезона национальной лиги. И это спустя всего три тура. Неизвестно, смотрел ли Александр Радченко матч Португалия-Венгрия на Евро-2016. Но его шедевр удивительно похож на тот гол Криштиану Роналду. Радченко отнесся к своему мячу уважительно скромно. Забивать всегда приятно. В какой-то мере справился за прошлую игру. Допустил ошибку, но надеюсь, что будет хорошо. Дальше такого не будет. Спустя 10 минут Радченко был готов забивать еще раз. Но замешкался в штрафной зоне после передачи Тимури Буки. Игроки Шинника в первом тайме только осматривались на поле. Раньше всех активизировался Мухаммад Султонов. Попытался пробить щекой по летящему мячу. Но такой фокус удавался только защитнику сборной Юрию Ковтону в 2001 году. На второй тайм вышел уже другой Шинник. С первых минут гости придавили хозяев собственной штрафной. 35-летний форвард ярославской команды Эльдар Незамуддинов показал игру, что была в лучшие годы его спортивной карьеры. А в этом эпизоде Бучнев чудом вытачил мяч после удара, только что вышедшего на замену Владислава Аслановского. Ближе к середине второго тайма со скамейки Логоря все чаще слышалась нецензурная брань. Газаев, недовольный действиями отдельных игроков, за пять минут производит три замены. Одна из них в итоге окажется результативной. Ислам Машуков, словно осетинский бар, стремительно врывается в штрафную гостей, где его бесцеремонно валит Павел Евсеев. За короткое время ставший штатным пенальтистом Сергей Зуйков хладнокровно пробивает с точки. Тренерский штаб решил так, в принципе. Я не против молодежки Локомотива, еще исполнял пенальти, поэтому никаких проблем. Хорошо, что забивают. Самое главное, что забили второй гол, смогли все-таки инициативу отодвинуть от своих ворот. И очень важные три очка получили. Три очка, которые позволили Болгарю забраться на седьмое место. Уже в эту среду астраханцы сыграют в Челябинске с Тюменью. Артем Лепехин, Вадим Матасов, Сергей Горянин, Центр новостей.